Два партизана от немцев. Один под землю зарылся, а второй надел шкуру собаке. Немцы догнали и дают собаке шоколадку. Собака съедает, немцы хохочут. Опять дают, собака съедает, они падают со смеху. Второй спрашивает у первого, а что они смеются. Первый сквозь смех отвечает, так ты шкуру задом наперед надел. Пятачок прибегает к Винни-Пуху и говорит, Винни к нам посылка пришла, в ней 10 апельсинов, каждому по 8. Винни подумал и говорит, как по 8, если всего 10. Пятачок продолжает, а это твои трудности, я свою долю уже съел. Канун нового года, гримерка. Старый седой актер в костюме зайчика сидит перед зеркалом, выводит черным гримом нос, смотрит на себя в зеркало, вздыхает и говорит, ты хотел стать артистом и ты им стал. Сплю, 3 часа ночи, звонит телефон, злой, принимаю вызов, даться шепотом, папа, пить охота, принеси воды, а то у меня кот в ногах спит, будить его не хочется. Через полчаса наступит новый год, по опустевшим улицам спешит домой парочка с полными пакетами продуктов, они натыкаются на блюющего пьяного, и тут муж кричит на жену, вот видишь, люди уже веселятся, а у тебя все в последнюю минуту. На уроке учительница спрашивает, Вова, а ты какой добрый поступок сегодня совершил? Вовочка задумался и отвечает, а я провожал папу и увидел, как дяденька бежит за уходящим поездом. Так я отпустил свою собаку питбуллер экса и дяденька успел на поезд. Продавец в магазине рекламирует телевизор высокой четкости. Покупатель прерывает его разглагольствование и говорит, что его обычный телевизор теперь тоже имеет высокую четкость. Продавец удивленно спрашивает, и как вы этого добились? Покупатель отвечает, я вытер пыль с экрана. Жена с укором говорит мужу, я о тебе заботилась, когда тебе плохо было, я тебе суп приготовила. Муж задумался и отвечает, а ты ничего не перепутала, это сначала ты мне суп приготовила, а потом мне плохо было. Беседуют два солдата. Один другому говорит, давай над ротным пошутим. Второй отвечает, хватит над деканом уже недавно пошутили.